Предлагаю разобраться в этапах решения системы. Это система двух неравенств. Первое неравенство содержит переменную под знаком абсолютной величины или под знаком модуля, а второе неравенство – линейное. Ну, вообще, чтобы решить систему, мы должны решить первое неравенство, решить второе неравенство и найти те значения х, которые являются решением как первого, так и второго неравенства, то есть общую часть решений обоих неравенств. Решаем первое неравенство. Модуль х меньше 5. Это расстояние, которое мы должны пройти от начала отсчета до числа 5 вправо или до числа 5 минус 5 влево. То есть это все числа, которые лежат между числами минус 5 и 5. Решаем неравенство 2х больше или равно 3. Это простое линейное неравенство. Разделим левую и правую часть на 2. Получаем 3 вторых или 1,5. Покажем решение этих неравенств на числовой прямой. Первое неравенство. Незаштрихованная точка минус 5. Неравенство строгое. 5 минус 5,5. Х лежит между этими числами. Нанесем штриховку. Покажем число 1,5. Изобразим полной точкой. 1,5. Полная заштрихованная точка, поскольку неравенство не строгое. Покажем числа, которые лежат правее 1,5, потому что решаем неравенство. Х больше или равно 1,5. Найдем пересечение двух штриховок. Это числовой промежуток от 1,5, квадратная скобка, потому что 1,5, включаем в решение, до 5, круглая скобка, поскольку число 5 исключаем из решения этой системы. Этот числовой промежуток является решением системы двух неравенств, которые мы рассматриваем. Поэтому мы готовы записать ответ. Числовой промежуток, включая 1,5, исключая 5, есть решением данной системы. Задание выполнили. Предлагаю решить систему двух неравенств. Первое неравенство системы содержит переменную под знаком модуля. Второе неравенство системы тоже содержит переменную под знаком модуля. Поэтому какой план действий наших? Мы должны решить первое неравенство, должны решить второе неравенство и найти общую часть двух этих решений. Неравенство модуля х больше или равно 4 имеет следующее решение. x больше или равен 4, или x меньше или равен минус 4. Модуль x меньше 8 имеет решение x меньше 8, но больше минус 8. Изобразим решение обоих неравенств на одной числовой прямой. Число 4 – полная точка, заштрихованная, поскольку не строгое неравенство. x больше 4 – это все числа, которые правее числа 4. Поскольку это решение одного неравенства, мы его изображаем штриховкой в одну сторону. Минус 4 – заштрихованная точка, меньше минус 4, штриховка сверху и в том же направлении. Вот мы показали решение первого неравенства с модулем. Покажем теперь решение второго неравенства на этой же числовой прямой. Отмечаем число 8 – строгое неравенство, точка, не заштрихованная. Минус 8 – строгое неравенство, точка, не заштрихованная. x лежит между этими числами. Покажем эти числа штриховкой, например, снизу и в противоположном направлении. Так проще выбрать общую часть двух штриховок. Где совпадают штриховки? На двух числовых промежутках. Вот эти числовые промежутки, которые я выделила дугами, являются решением всей системы. То есть x принадлежит от минус 8, исключая, до минус 4, включая, и от 4, включая, до 8, исключая. Это и есть решение всей системы, поэтому ответ. От минус 8, исключая, до минус 4, включая, и числовой промежуток от 4, включая, до 8, исключая, есть решение данной системы неравенства. Рассмотрим и решим данную систему неравенства. Первый этап – это анализ условия. Итак, первое неравенство содержит модуль, второе неравенство содержит модуль. Поэтому какой план рассуждения? Мы должны решить первое неравенство, должны решить второе неравенство и найти пересечение их решений. Итак, первое неравенство – модуль x-2 больше нуля. Рассуждаем. Модуль – это расстояние, значит, мы должны пройти расстояние больше нуля. Расстояние всегда число положительное или равное нулю. Поскольку равенство нулю не входит в решение данного неравенства, мы его и должны исключить. То есть мы должны исключить те значения х, при которых подмодульное выражение равно нулю. Такое число одно – это число два. Поэтому решением этого неравенства есть все числа. Это значит, все числа, которые лежат на этой числовой прямой, кроме числа два. Решим второе неравенство системы. Модуль х плюс 10 больше или равен 2. Это значит, мы должны пройти расстояние, которое будет правее числа 2. Правее – это значит больше или равно. или пройти расстояние от числа минус 2 влево. Влево – это значит меньше, а неравенство не строго, а меньше или равно числа минус 2. Решаем эти линейные неравенства. Первое неравенство – 10 в правую часть со знаком минус, больше или равно минус 8. Находим х во втором неравенстве. Минус 10 в правую части минус 2. Меньше или равно минус 12. Покажем решение этого неравенства на числовой прямой. Полная заштрихованная точка минус 8. Больше или равно минус 8. Минус 12 – число левее числа минус 8. Меньше минус 12 – это значит все числа, которые лежат левее числа минус 12. Ну, а сейчас на одной числовой прямой изобразим решение двух неравенств. Исключая 2, мы показали решение первого неравенства. А сейчас дополним, например, штриховкой снизу и в противоположном направлении решение второго неравенства. Для этого я показываю число минус 12, минус 8, правее минус 8, левее минус 12 в этом же направлении, штрихую снизу, у нас есть пересечение двух решений. Обращаю внимание. Это все, что лежит левее минус 12. А теперь внимание здесь. От минус 8 до 2, потому что число 2 не включается в решение первого неравенства. И от числа 2 правее. Итак, решением данной системы есть числовые промежутки. От минус бесконечности до минус 12. 12 включаем. От минус 8, включая, до 2, исключаем. Это круглая скобка в записи. От 2 круглая скобка до плюс бесконечности. Это ответ, то есть решение данной системы. Система решена. Система решена.